10 минут пешком, а словно прокатился на машине времени. На один день в Средневековье попали порядка 30 тысяч человек. Столько посетителей фестиваля насчитали сотрудники полиции. В этом году территория фестиваля разделена на две площадки. Современную с выставочным шатром и реконструкцией архитектурных элементов средневекового Укека. И историческую, где, собственно, и происходит все самое интересное. Воссоздается быт жителей одного из крупнейших золотоординских городов. Четвертый фестиваль получился самым масштабным и самым правильным с исторической точки зрения. Организаторы пригласили тех, кто занимается реконструкцией быта народов, действительно населявших золотоординский Укек. Только монголы и русские. Жадные, скаидные люди. И мир со свитой, рабы и нищей. Все это было в средневековом Укеке, втором по крупности городе Золотой Орды. Фестиваль основывается на тех знаниях, которые ученые получили благодаря археологическим раскопкам. Вот так вполне мог выглядеть портал в доме зажиточного Укекца. А где-нибудь в городе наверняка стоял фонтан. Этот изготовлен по материалам раскопок в Крыму. Мне здесь все очень интересно. Здесь просто супер. Такая природа, такие просторы, река. Я раньше никогда не бывала на подобных фестивалях. И вообще, если честно, я мало что знаю об истории России. Все нравится. Очень аутентичная обстановка. Очень много интересных, я думаю, что для посетителей новых, новой информации, новых открытий по поводу того, как жили наши предки на этой земле непосредственно. Офигеть. Очень хорошее. Первый раз. С мячом. Много весит. Очень классное ощущение. Театрализованные представления, осмотр города и миром, бой за караван в этом году были лишь малой частью фестиваля. Куда больше народа толпилось в ремесленном квартале. Там, где делали изделия по старинным технологиям. Внутри горно больше тысячи градусов. Снаружи всего 800. Стеклодух из Москвы. Егор Стратович говорит, за 8 столетий изменились только инструменты. Принцип работы остался прежним. Есть бусины более простые, да, это именно ремесло, а есть практически художественные произведения, то есть это уже искусство. Опять же, все зависит от уровня мастера. На приглашение организаторов откликнулись около сотни реконструкторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода. А для саратовцев фестиваль стал местом, где можно провести время с семьей, с удовольствием и с пользой. Анна Головчинская, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив. Анна Головчинская, Александр Кравченко.